Одна из сестер спрашивает, становится ли кафиром человек, который иногда молится, а иногда оставляет молитву? Нет, тот, кто иногда молится, а иногда оставляет молитву, например, совершает зухр и аср, но оставляет магриб и айша, или молится один день и оставляет другой, то такой человек не называется полностью оставившим молитву. Это несмотря на то, что некоторые обладатели знания считали кафиром того, кто преднамеренно оставит совершение хотя бы одной молитвы. Доводом на это они приводят хадис от Ибн Умара, где сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тот, кто оставил молитву аср, его дела стали тщетными». Они сказали, что дела становятся тщетными лишь тогда, когда человек совершает действие, выводящее из ислама. Однако, правильное мнение, к которому склонилось большинство обладателей знания, и которое посчитал правильным Ибн Кудама, это, кто молится, но пропускает некоторые молитвы, такой совершает один из больших грехов. Он остается в лоне ислама, но на него распространяются страшные угрозы. По более правильному мнению, при условии, если он молится, но иногда пропускает молитвы. Шейх, не могли бы вы указать более точное определение? Например, вы сказали, совершает зухар. Например, в этом вопросе она говорит, что человек совершает молитву два-три раза в месяц. Каков хукм этого человека, шейх? В этом случае мы говорим, что хукм дается по преобладанию. Если у него преобладает оставление молитвы, то он называется оставляющим ее. А если у него преобладает совершение молитвы, то его хукм, что он называется совершающим молитву. Однако он делает послабление в этом и проявляет небрежность. В данном случае хукм дается по преобладанию.